друзья всем низкий поклон с вами нам спингисты мыска сегодня быстренько хотел пробежаться по проблеме фрикциона райобе спирита ldx и 500 и 800 и как и как эту проблему решить если вы любой обзор посмотрите на ю тубе их полно катушка выпускается не первый год он по моему семнадцатого года катушка популярная очень надежная с хорошей с хорошей механикой замечательный ход все вообще тут все все хорошо все изумительно но но очень короткий фрикцион один один щелчок и он она сильно сильно затягивается эта проблема очень легко решается сейчас я покажу набираемся до фрикционного пакета так называемого вытаскиваем шайбы вытаскиваем стопорную пружинку достаем металлическую шайбу и что мы под ней видим а под ней мы видим одну карбоновую шайбу сухую и жесткую которую мы быстренько соответственно поджимаем и отсюда и отсюда получаем короткий фрикцион короткий ход фрикциона вернее который многих не устраивает многие хотят чтобы он был подлиннее ну что собственно говоря разумно в общем-то особенно в мормышинге но дело в том что когда эту катушку создавали и создавали под морскую рыбалку поэтому такие глубокие шпули поэтому поэтому мощная графитовая графитовая шайба фрикционе который может выдерживать большие нагрузки никто не думал что в россии будет кто-то мормышить с этой катушкой эта проблема решается очень легко если мы заглянем под под фрикцион такой катушкой например биомастер от шимана мы увидим там ребята вылочную шайбу промазанную смазкой соответственно такая шайба будет медленно медленно поджиматься и мы будем мы получим длинноходный полноценный фрикцион как поступил я я заехал гипермаркет леонардо хоббийный и там продается пожалуйста войлок миллиметровый разных цветов какой хочешь разных расцветок далее я сделал от высечки высечку наружную высечку внутренние трубочки металлические заостренные но вы можете вырезать просто на самом деле и у меня получились вот такие вот аккуратненькие шайбочки но вполне аккуратненькие более менее аккуратненькие значит методом проб и я я понял что нужно две шайбы по миллиметру вставить фрикцион разобит вполне достаточно таким образом мы просто вставляем смазать вставляю вместо карбоновой шайбы 2 войлочные и смазываем их смазкой что касается масс конечно можно смазать и литовым но ребят если вы будете ловить зимой и вообще в холодную погоду около нулевого лета у вас хватится поэтому я бы советовал потрудиться и найти хорошую смазку которая которая который который не подвержена изменением своим да от зависимости от температуры воздуха будь то жара из выводить на море или холод если вы ловите зимой я вот такую вот я я смазал вот такое дг ндг 06 от шимана смазка дорогая но я ловлю я ловлю я ловлю зимой и ловлю летом на море мне нужна хорошая смазка вы можете использовать другую и также все это собирается обратно после с после после смазывания обильного такого всего две шайбы у нас замечательно вошли пружинку все ребята мы получили хороший длинноходный фрикцион я делал я делаю экономайзеры для этих катушек разных размеров под разные под разные под разные лески и я сегодняшнего дня всем своим заказчикам буду отправлять эти шайбы в комплекте установил комплект и смазал в райобе 500 в райобе спириту 500 и фрикцион меня очень очень радует он стал длинным и комфортным не хуже чем на дорогих японских катушках друзья надеюсь надеюсь мое видео было для вас полезным на этом с вами прощаюсь всего доброго до свидания спасибо за просмотр а а и Субтитры сделал DimaTorzok